Здравствуйте, с вами я, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Возможно ли жить в мире вне зависимости от того, насколько тяжелы обстоятельства, в которых вы находитесь. Возможно ли обойтись без тренировок, позитивного мышления и силы воли, и курсов самосовершенствования, и полностью освободиться от страха, губительных эмоций, различных зависимостей и всех возможных душевных связей? У нас есть возможность сверхъестественным образом обрести полную свободу и мир от всех этих вещей. И мои сегодняшние гости уже научили тысячи человек тому, как достичь их в мире сверхъестественного. Об этом мы поговорим сегодня. Никуда не уходите. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Большинство людей верят в Бога, помнят о Божьих обещаниях, но не видят результатов, которые они ожидают. Возможно, они что-то упускают. Вы двое уже научили меня и других тысячи людей молиться от самого сердца, чтобы внести в молитву то, что упускает из виду большинство верующих. О, да, это так. Дженнифер, есть такая вещь, о которой вы многое слышали и называется «эта вещь – душевные связи». Да. Обычно этот термин используют для характеристики сексуального влечения между мужчиной и женщиной. Часто говорят, что между ними есть душевная связь. Но они связаны не только с сексом. Расскажите, что это такое? Душевная связь означает, что люди связаны друг с другом при помощи эмоций. Душевная связь может быть как хорошей, так и плохой, угодной Богу и неугодной Богу, чистой и нечистой. Душевная связь становится плохой, и тут не обошлось без бесов, если у людей есть похоть. Деннис, не могли бы вы привести пример из вашей практики, когда вы помогли человеку, которого тяготила его душевная связь? Конечно. Я расскажу вам о случае, который сразу же пришел мне на ум, когда вы спросили. Причем речь пойдет не о сексуальных душевных связях. Как-то ко мне обратился один человек, у которого были тяжелые отношения с матерью. Она вмешивалась в его брак и пыталась командовать им и его женой. Он сказал мне, я не могу больше выносить, что она всем заправляет. Я помолился за него, и он освободился от своего бремени. Я увидел, что его дух свободен, а он сам сказал, я ощущаю, как что-то разорвалось. И тут у него зазвонил телефон. Это была его мать. Она сказала ему, зачем ты разорвал связь между нами? Я все чувствую. Этот случай привел меня к еще одной важной мысли. Если к душевной связи причастны бесы, то они влияют на вас не только в эмоциональном плане. Тогда бесы словно связаны с вами через пуповину. Они постоянно вклиниваются в вашу жизнь. Если вы в чем-то нуждаетесь и не позволяете Богу вам помочь, а пытаетесь всего добиться сами, то они обязательно явятся вам. Но был еще. Еще один случай. Тогда ко мне пришел один пастор. Он рассказал мне, что счастлив в браке, но тут внезапно он встретил девушку, в которую был влюблен в детстве. Он не видел ее 10 лет. Пообщавшись немного с ней, он испугался сам себя. Его очень влекло к этой девушке, хотя он был и женат. Он позвонил мне и сказал, я хочу, чтобы кто-нибудь помолился со мной. Я встретил девушку, которую не видел долгих 10 лет, и, похоже, я влюбился. То есть он думал, что между ними все прошло, но чувства снова вспыхнули. Да, он очень удивился своим чувствам. Но Деннис за него помолился, и эти чувства его покинули. Да, он освободился от них, но все же он был шокирован. Прошло уже целых 10 лет. Не важно, сколько времени прошло, если вы не можете порвать эти связи. Вы можете долго пытаться это сделать, но вы должны разорвать эту связь на духовном уровне. Нужно отделить связывающую вас пуповину. Это не требует много времени, если вы знаете, что делать. Это может произойти даже мгновенно. Да, но вы должны распознать эти связи. А часто речь идет о старых связях. Мы говорим сейчас о связях между людьми. Но эти связи могут быть не только с людьми, они мешают вам исполнить ваше предназначение. И это меня очень напрягает, потому что часто мы считаем их важными и отклоняемся от истинных связей. Люди устанавливают связи с другими людьми, чтобы утолить свои эмоциональные потребности. С помощью эмоций люди могут манипулировать другими людьми. И этим часто пользуются те, кому вас влечет. Такое встречается довольно часто. Но Господь хочет, чтобы у вас были правильные отношения. Он не хочет, чтобы вы удаляли свои потребности связями с другими людьми. Из сказанного можно прийти к таким выводам. Многие специалисты даже в светском мире, например, если ты врач, юрист... Пастор-консультант. Да, пастор-консультант. И вот вы смотрите в свой ежедневник и думаете, итак, в 9 ко мне придет Ральф, в 10 я буду делать то-то и то-то, а в 11 ко мне придет Сали. Стоит обратить внимание даже на малейшее эмоциональное оживление. Вы должны относиться к ним нейтрально, а не ваши клиенты. Если вы с нетерпением ждете встречи с кем-то из них, то вы должны насторожиться и сказать себе, «Мне нужно обратиться к Господу, и Он вам поможет». В своей жизни я встречал очень много верующих, которые были, поймите меня правильно, эмоциональными калеками. В итоге они всю жизнь скрывали свои эмоции, не осознавая, что они делают, хотя у них был просто огромный потенциал. Если бы только они разобрались со своим грузом, который накопился у них в эмоциональном плане, у них все было бы хорошо. Я думаю, с каждым из нас такое бывало. И когда мы вернемся после паузы, я выясню у своих гостей, что же является основным способом обрести абсолютную свободу. Не переключайтесь. Это сверхъестественно. Дженнифер, вы с Деннисом уже привели нам несколько примеров душевных связей, а еще вы сказали, что душевные связи не всегда основаны на сексе. Они могут быть основаны на каких-то мыслях, местах и прочих подобных вещах. Объясните. Да, конечно. Как-то к нам пришла одна женщина, которая оставила своего мужа и уехала во Флориду, потому что она хотела жить во Флориде, а он не мог найти там работу. Ей пришлось его оставить, потому что у нее была эмоциональная связь со Флоридой. У вас может быть душевная связь с чем угодно. Это может быть карьера. Это может быть даже еда. Это может быть шопинг или трудоголизм. Это может быть что угодно, без чего вы не можете представить свою жизнь. Ну, например, это зависимость. В таких случаях вы чего-то страстно желаете и не можете ничего с собой поделать. Вы сталкивались со множеством душевных связей, и каким же выводом вы пришли о том, как людям обрести свободу от таких связей? Прежде всего, они должны обратиться к Богу. Причем не просто начать молиться Ему, а обратиться к своему Духу. Пусть в вас поселится Иисус, и тогда вы сможете опереться на Его силу. Вот основной способ. Мы должны положиться на Иисуса, когда нам нужно прощение или когда нам нужно очищение. Но вы должны делать это от всего сердца. Нельзя просто говорить ничего не значащие слова. Деннис, а теперь вы приведите нам пример. Этот пример касается мыслей. Как-то ко мне пришел один пастор и рассказал мне, что на его службы ходит одна очень одаренная девушка, но он не может до нее достучаться. Она одна воспитывала ребенка и хотела, чтобы у него был отец. Ее речи были похожи на заезженную пластинку. Она все твердила. «Моему сыну нужен отец. Моему сыну нужен отец». Она никого не слушала. Все разумные доводы были ей невдомек, и вот к чему это привело, в итоге она заявила, «Я выйду замуж за первого же мужчину, который покажется мне интересным, и он станет отцом моему сыну». То есть она больше хотела, чтобы у ее ребенка появился отец, чем найти себе мужа. Первый, заинтересовавший ее мужчина, оказался шизофреником. Он сидел на наркотиках и считал себя Иисусом. Она закрутила интрижку с этим человеком, потом вышла за него замуж, и закончилось все тем, что ее лишили родительских прав на ребенка, для которого она хотела отца. Вот что бывает, когда вы не слушаете. Вот один из примеров того, что бывает, если вы не слушаете Бога. У меня есть еще один пример того, как люди не слушали других. Он уже из совсем другой области. У одного молодого человека, которого я консультировал, «Была зависимость от порнографии». Он сам говорил, что его «неестественно» влекло ко всем этим фильмам. Он попросил меня помочь ему избавиться от этой зависимости. Благодаря этому случаю я выяснил одну очень важную вещь. Кстати, ведь так бывает и при тяжелых зависимостях, от которых люди хотят освободиться. Так и есть. У него прекрасно получилось справиться со своей зависимостью, и вот к какому выводу я пришел. Большинству таких людей приходится иметь дело с чувствами вины и стыда за свое поведение. Они понимают, что совершают грех и при этом ощущают вину и стыд. Но они не пытаются побороть вожделение, которое стоит за их зависимостью. А именно его и надо побороться. Когда вам удается нейтрализовать его благодаря обращению к Богу, вы как бы бьете в самое сердце своей зависимости и перестаете ощущать желание. И речь тут идет о любой сфере жизни, не только о сексе, ведь так? Верно. Вожделение вас растет, и в итоге оно буквально готово вас убить. Это может касаться страсти к человеку и к месту или к вещи. Вожделение – это ваш внутренний восторг. Но дело в том, что вожделение может искушать ваш дух. Я еще раз повторю вам одну важную вещь. Сейчас вы скажете, но у меня нет никакой зависимости от порнографии, но у вас может быть какая-то другая зависимость. Телевизор, еда, да что угодно. После нашей сегодняшней программы Деннис и Дженнифер Кларк поделятся с вами очень важными знаниями. Это видео вы можете посмотреть в нашей онлайн-сети АСН. Они расскажут вам, как правильно слушать и молиться в духе. Если вы, будучи верующими, понимаете, что вам это нужно, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите сейчас на экране и посмотреть это видео. Возможно, из-за губительных эмоций у вас ничего не получается в жизни, или из-за них у вас отсутствует близость с Богом. Возможно, они разрушают ваше предназначение. Вы хотите разом избавиться от них или будете продолжать взбираться на эту гору? Это сверхъестественно. Есть такая ужасная вещь, как губительные эмоции. Их приносят нам некие духи-искусители. И сейчас я попрошу нашего гостя, Деннис, расскажите нам вкратце, что это такое. О духах-искусителях мне рассказал Бог. В своей жизни я встречал много людей, желавших избавиться от душевных связей, которым удавалось это сделать. Но некоторые из них не хотели, чтобы за них молились. Как-то у нас на приеме была одна женщина. Она не хотела иметь ничего общего с церковью, потому что у нее были на то какие-то свои причины. Она хотела избавиться от своих похотливых мыслей. Она была замужем за неверующим человеком. Я полагаю, это была одна из ее причин. Вскоре после этого случая один знакомый пастор направил ко мне одного человека. Этот человек был из другого города, он не хотел отказываться от своих душевных связей. Он говорил, я не понимаю, зачем меня сюда послали. Со мной все в порядке. Я не стал ему перечить. Я не знал, почему Бог решил связать этих двух людей, которые жили так далеко друг от друга. Через какое-то время я оказался вместе с ними на одной христианской встрече с фуршетом. На этой встрече было 400 человек. И вот я стоял там и смотрел, как два этих человека, которые прежде не знали друг друга, теперь стояли там и флиртовали. Тогда Бог сказал мне, это и есть Дух Искуситель. Этих двух людей связала некая невидимая пуповина, и они стали привлекать друг друга. Тогда я понял, что Духи Искусители намеренно пытаются помешать людям осуществить их предназначение, посылая им ложные отношения. В большинстве случаев это происходит с очень одаренными людьми. Так бывает. Да, я сам такое замечал. Видимо, дьявол пытается помешать им осуществить свое предназначение. Но если бы только они покопались в себе и сказали себе, «Эй, очнись! Все это похоть, которая хочет погубить твой дух». Если бы только они почувствовали, что все эти восторги и желания неестественны, если с ними не справятся, а они просто погубят их. Но есть и другие губительные эмоции. Какие еще, например? Боль. Страх. Да, страх очень губительная эмоция. Еще это похоть, гнев, вина, стыд. Мы считаем, что эти эмоции идут прямиком из ада. Их посылает нам дьявол. Это еще не грех, но если вы начинаете ощущать одну из этих эмоций и живете с ней, то вы становитесь отличной находкой для нашего врага. Так он входит в вашу жизнь и старается водрузить над ней свой флаг. Если вы долго ощущаете какую-то губительную эмоцию, вы уже совершаете грех. Посредством вашего греха вы открываете дверь в вашу жизнь бесам и ложным отношениям. Такое бывает даже с верующими. Однажды к нам пришел один молодой человек, который сказал нам, «Моя жена снова делает мне упреки из-за того, что я очень непринужденно общаюсь с одной из моих коллег, но я не испытываю к ней сексуального влечения». Тогда мы сказали ему, «Вы должны проверить свой дух. Закройте глаза, положите руки на живот и представьте себе эту женщину». И в тот же момент он ощутил к ней нечистое чувство. В нашем обществе часто путают слова «похоть» и «любовь». И что же, если правильно помолиться, то есть помолиться от самого духа, чему вы сможете вскоре научиться на нашем сайте, то можно избавиться от таких мыслей безо всякой силы воли? Тот человек избавился от них буквально за несколько секунд. Секунд? Да, секунд он избавился от них всего за несколько секунд. А еще вы упомянули, что важно избавиться от желания, а не просто от стыда. Да, верно. А где грань между желанием и стыдом? Стыд может вылиться в угрызение совести. Так же бывает и с чувством вины. Мы ощущаем угрызение совести после содеянного. Нужно увидеть двери, через которые в нас проникает желание. Искушение сначала должно поймать вас на свой крючок, иначе вы ему не подвергнетесь. Никто не желает ощущать вину, стыд или страх, но все любят ощущать восторг. Все любят ощущать симпатию. Все начинается очень невинно. Мы говорим себе «я просто хорошо провожу время», но именно так вы приоткрываете дверь в вашу жизнь. нашему врагу. Надо просто избавиться от подобных мыслей, и тогда вы освободитесь. А как вам понять? Благодаря миру. Помолитесь за наших зрителей. Прямо сейчас нас смотрят люди, у которых есть душевные связи с каким-то человеком, местом или вещем. Но я хочу, чтобы вы обратились к Иисусу, ведь Он живет в вас. Он живет у вас в сердце. Пусть, когда вы в следующий раз подумаете об этом человеке, мести или вещи, и это вызовет у вас соответствующие эмоции, и этими эмоциями будет желание «я хочу», чтобы вы смогли с этим справиться. Если вы ощущаете вину или стыд, вы получите прощение за них. Я хочу, чтобы вы увидели ту часть вас, которая говорит «мне это нужно». А еще я хочу, чтобы вы впустили вашу жизнь Иисусом, чтобы Он стал для вас спасителем. Обретите прощение. Пусть Иисус дарует прощение вашему сердцу. Пусть вы начнете ощущать мир. Пусть вы ощутите его в один момент. Пусть вы ощутите мир. И тогда вы сможете сказать «теперь у этого желания нет надо мной власти. Теперь мои эмоции принадлежат Богу, потому что эмоции — это портал». Скажите «мои эмоции принадлежат Богу. Моя воля и эмоции принадлежат Богу, а Сам я свободен». Прямо сейчас многие из вас обретают свободу. Вскоре вы ощутите ее, потому что Иисус живет внутри вас, и Он прощает вас. А там, где живет Иисус, нет места желания, похоти, вожделения и ложным восторгом. Когда вы начинаете ощущать мир, вы сверхъестественным образом обретаете свободу. Я хочу сказать вам, что это еще не все. Прямо после нашей программы вы можете посетить нашу онлайн-сеть ISN, и мы с моими гостями научим вас одной очень важной вещи. Они научат вас, как правильно слушать и молиться в духе. Если вы, будучи верующими людьми, хотите этому научиться, то зайдите на наш сайт ISN и посмотрите это видео. Смотрите в следующем выпуске. Меня зовут доктор Кинан Бриджес, и я хочу вам сказать, что ангелы прорыва готовы принести вам прямо сейчас невероятные чудеса. Вы узнаете, как их получить, если посмотрите следующий выпуск программы «Это сверхъестественно». Там я расскажу вам, как начать сотрудничать с Богом и ангелами. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение. Есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров, благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно», предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok